Слава Господу, братья и сестры, за этот прекрасный день. Как хорошо и как приятно жить, братьям, вместе. Я смотрю, где пастыр, поэт, музыкант, там много очень певцов, музыкантов в церкви. Но я не поэт и не музыкант, я просто миссионер, и у нас тоже много миссионеров. Да, я езжу, и мои тоже. Володя обучает, один из деканов, с Володей Лошаком, на Северс, в Тывкар. А я тоже только вернулся недавно с Молдавии, с Украины. Вот, и, ну, очень приятно, все равно приятно, что Бог одарил вашего пастора таким талантом. Я как-то сидел в клинике, и передо мной сидел очень пожилой человек, ему было 93 года, и такой очень разговорчивый, веселый, разговорчивый. И медсестра его обслуживала, и он говорил, что мне всего 93 года. Вот, но у меня жена, говорит, она совсем молодая, девчонка еще, говорит, ей 90 лет. То я так скажу, что мне 63, брату Лене 60, совсем молодой, совсем молодой еще. И еще только начинать служить, начинать трудиться, очень молодой. Всего, если Бог даст 120 лет жизни, всего половина, всего половина. Но факт есть факт, что мы говорим, что хижина наша стареет, но это же не я старею, не я хижина моя. Вот наша хижина стареет, но я внутри не старею, мы не стареем внутри. Как-то мы встретились на одной конференции в Портунде, и один брат, который не видел меня давно, из Батуми, мы жили в Сухуми, и он говорит, брат Сергеевич, что ты, говорит, так побелел? Говорит, что не знаешь, что в Америке можно все это исправить? Я говорю, ну ты поздно сказал этот рецепт. Я бы, если бы раньше, то я бы, может быть, черненьким ходил до сих пор. Но мы уже не будем исправлять себя, правда, братья? Какие есть, такие есть. Сестры еще там причепурятся, а это нормально для них. Но мы уже как есть, так есть. И в седине тоже есть красота, поэтому пусть Бог благословит нас в 60 год. Это прекрасное время для служения Господу. И я хочу пожелания сказать, но я думаю, будет еще одна часть, я так рассчитываю. И на той части я скажу брату Лене пожелания, что у меня есть на сердце. А для церкви хочу такое пожелание. Иван Греб Матфея, 5 глава. Я прочитаю с этой главы для церкви, для нас тоже, для всех. 5 глава, 14 стиха. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Так засветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Здесь церковь сравнивается с городом, стоящим на вершине горы. Дорогая церковь. Дети Божии. Где мы сегодня находимся? На какой высоте мы сегодня находимся? Написано, не может город, стоящий, весь свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Это невозможно. Там, где есть церковь, невозможно, чтобы она была укрыта, чтобы ее люди не заметили. Она обязательно будет видна. Церковь, стоящая наверху горы. Мы проезжали мимо по Фривею, и моя жена говорит, смотри, какой стоит дом наверху горы. И очень видно, со всех сторон видно этот дом. И особенно вечером, знаете, когда темно, и там на горе стоит дом, он светится. Церковь, это город, стоящий наверху горы, она светится. Ее невозможно не заметить. Не может, дорогие друзья, не может. Если мы церковью стоим на горе, то мы не можем скрыться. Нас должны видеть люди. Мы должны видеть, мы должны светить этому миру. Тогда светит свет ваш пред людьми. Друзья мои дорогие, и вы знаете, эта церковь, это город Иерусалим, который видел Иоанн на острове Патмос, когда Господь ему показал видение. И кто же освящает этот город, этот город Иерусалим? Здесь написано так, смотрите, как церковь. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего. Ибо слава Божия освящает его, и светильник его, кто является? Агнец. Дорогая церковь. Если мы церковь, если мы город, стоящий наверху у горы, то в этой церкви должен светить свет. Это не наш свет, это не мы с вами. Это сам Христос сияет в нас. Мы же дальше, другое сравнение, мы же как свечка стоящая, как церковь все вместе, это мы город. Слитый в одно, как написано в Псалмах, мы читаем Иерусалим, он слитый в одно. Слитый в одно. Когда мы церковь, мы слитый в одно, мы светим миру этому. Но еще индивидуально здесь написано, не ставить свечу под сосудом, но ставить ее на подсвечнике. Для чего? Чтобы светило всем, кому? Не в городе, а уже в доме. Каждый из нас является той свечкой, которую мы светим. И светим прежде всего в своем доме, в своем окружении. Но уже когда мы вместе собираемся, мы город, слитый в одно, стоящий наверху горы, и мы можем влиять на этот мир. Через свет Христа, через благодать Божия. Исаия говорит, смотрите, такое слово я прочитаю, чтобы нам еще увидеть ясность, как бы назначение церкви, что мы можем делать через Иисуса Христа нашего Господа. Смотрите, здесь написано, что восстань, светись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Я верю, что церковь последнего времени, она станет крепкой, она станет сильной, слава Господня взойдет над нами. Потому что пророк Данил говорит, что люди, чтущие своего Бога в последнее время, что сделают нам написано, помните? Усилиться, и что будут делать? Действовать будут. Друзья мои, готовьтесь к этому действию. Мы как церковь должны готовиться, мы живем в последнее время, и люди, чтущие своего Бога, они будут усиливаться. Усиливаться, усиливаться будут. И над тобой восстань, светись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Мы смотрим на этот мир, как церковь, смотрим на это разложение моральное, упадок такой духовности нету. И мы думаем, что это тоже и для нас такое. И начинаем проповедовать некоторые, что и у нас в церкви, вот один брат сказал, что как в мире, так и в церкви. Как в мире 50% разводов и 50% в церкви. Не верю в это, братья и сестры. Не верю, что среди нас 50%. В церкви есть церковь, есть у нас, есть проблемы, но не такие, как в мире. Мир погружается во тьму, а церковь, над ней воссияет Господь, свет Господи сияет в церкви, и она будет подниматься. Она не земная церковь, она небесная. Каков перст, таковы перст, каков небесный, таковы будете небесным. Мы Христовы, мы Его тело. И поэтому оно будет сиять, написано. Ибо вот тьма покроет землю, мрак народы, а над тобой воссияет Господь. И слава Его явится над тобою. Это время, когда мы молимся и говорим о пробуждении. И смотрите, что дальше будет. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. И дальше возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Не буду дальше читать пророка Исаи, вы можете прочитать. Друзья мои, мы живем в это время, особое с вами время. Время тяжелое, время больших отступлений, заблуждений. Но все-таки я верю, что церковь Господня, она будет подниматься. Она будет подниматься, она будет сиять, она будет укрепляться, она будет мощная, она будет сильная, грозная, как полки со знаменами. Над ней сияет Господь. И слава Господне будет являться. Слава это видимое, ощутимое присутствие Божье среди нас. И поэтому мы должны к этому готовиться, к этому идти. И вы знаете, вот еще последняя такая мысль хочу оставить, что свечка, мы теперь говорим как за предназначение города, как церкви, как города. И вы знаете, когда мы были в Молдове, сейчас недавно мы приехали, вот, и делали акцию для женщин, на стадионе сделали. И вы знаете, когда церковь вступает, вот, именно как город, стоящий наверху горы, было договорено с мэрией, с президентом. Знаете, Молдова делится на Гагаузию. Молдова, Гагаузия, как отдельная страна, у меня даже президент есть, но она очень маленькая, вот, Молдова. И там больше всего на русском говорят в Гагаузии. А их родной язык турецкий, старый турецкий язык. Вот, вы знаете, да, кто-то с Молдовой, может быть, я расскажу за вас. Вот, и дали добро, мэрия, и все так пришли, вы знаете. И такое слово говорили, как будто проповедники. Так смотрели, мы собрали, это был день матери сделали для женщин, подарки сделали, потом сделали для вдов. И вы знаете, много вдов было. Мы сделали такие пакеты для них, продовольственные пакеты. И, ну, по-разному живут вдовы. И когда вот, вы знаете, слушаешь потом свидетельства, и одна вдова говорит, а у нас все кончалось. И моя внучка говорит, бабушка, она была уже пожилая, бабушка, что мы будем кушать завтра? Она говорит, я не знаю, что будем кушать завтра. И вот на завтрашний день, полный большой такой пакет, и там и масло, и макароны, и рис, и все-все прочее. Бог заботится о вдов, из овдов. И две вдовы, которые не имели стиральной машинки, две новые совершенно машинки мы купили, Самсунг, вот, и подарили. И очень сильно такие были отзывы, именно, уже не верующие свидетельствовали, а говорили неверующие, мэрия, комиссар полиции, и все это выступали, говорили, побольше нам таких людей. Вот это люди, вот это с этими людьми можно строить, с этими людьми можно страну поднимать. Вот, потом, вы знаете, вот мы были в Саратоголбине, там, это село недалеко от Кишинева. И что делает церковь? Что делает церковь в настоящее время? Она была, может быть, даже вынуждена этим заниматься. Как-то позвонили и сказали, что там одна бабушка, говорит, она одна живет, и, пожалуйста, заберите ее в церковь, спасите ее, если вы не заберете, ее крысы съедят. Просто там крысы, и она голодная, нечего кушать, и она больная, ее крысы просто съедят. Церковь забрала ее. Потом, когда узнали, что церковь забрала, там, говорит, еще один такой пожилой человек, говорит, у него нет отопления, зима холодная, он замерзнет там, заберите его. Церковь забрала этого. Потом еще и еще, и им пришлось строить дом престарелых при церкви. Они построили такой двух- или трехэтажный, шикарнейший, как в Америке, потому что там пастор, один из наших эмигрантов, переехал, получил гражданство, уехал туда, сейчас там служит, это зять Виктора Павловского. И они уже делают, конечно, то, что делают, они делают уже, как посмотрели, как в Америке делают, уже они по-другому даже не могут делать. И вот такой дом, как в Америке, с лифтом, представьте, если подъезжаешь, медперсонал, и я сфотографировался с этими сестрами, там, бабушкой, сейчас там 50 человек. Вот церковь занимается. Когда приехало правительство города и даже президент, они посмотрели и сказали, что у нас в стране нет ни одного дома подобного вашему. У нас нет ни одного дома такого, как у вас есть, для которого служат. Вот эта церковь, которая стоит на вершине горы, она служит, и вот этот свет, который светит, это свет добра, свет теплоты. Также потом мы там были, разговаривали, они показывают нам, что делает церковь. Это одна церковь только. Ну, Молдова сейчас, она имеет одно братство, христиан веры евангельские, они очень дружные. Поэтому братья-бизнесмены помогают в церкви, при церкви стоит пекарня. И показывают мне полную комнату этих мешков с мукой, и эти хлебопечки стоят большие. Мы, говорит, готовим 400 хлебов каждый день. И люди голодные, люди нуждающиеся, приходят и становятся в очередь пожилые люди. И каждый день мы отдаем бесплатно 400 хлебов хлеба. Что будут говорить люди посторонне, друзья мои? Вы представьте себе, что будут говорить. Конечно, вот эта церковь, вот это люди, вот это верующие люди, и они благодарят Бога, и правительство, когда смотрело на все это, тоже очень были благодарны. Там есть дом инвалидов. Дом инвалидов. И там, когда стояли, ну, я смотрел, заходил в этот дом, дети, которые живут в этих домах, в сиротских домах, до 18 лет, после 18 лет они уходят на улицу, куда хочешь. И эти вот, эти инвалиды, они подбирают. И сейчас смотрю, там специальные служения для инвалидов. Разные, разные служения открываются. И церковь начинает двигаться. И, знаете, церковь настолько уважение, что недавно было открытие возле Кишинева молитвенного дома. И Виктора Павловского, епископа, вызывает мэра этого города, и сидят в кабинете, комиссар полиции пришел, и говорит, они делали евангелизацию в пятницу, а в воскресенье открытие молитвенного дома. И мэр города говорит, а почему вы только в пятницу делаете собрание? Мы хотим, чтобы вы делали субботу и воскресенье. Вот. Мы выставим, у нас будет охрана, у вас все будет. А в воскресенье мы хотим, чтобы мы собрались на площади. Весь город. Это праздник города. Раз открывается молитвенный дом в нашем городе, это будет праздновать. Мы все хотим праздновать. В воскресенье мы соберемся утром на площади, будет служение, и мы потом маршем идем и разряжаем ленточку, и будем там проводить служение. Друзья мои, они сами уже хотят служить вместе с нами. Они идут и говорят. И когда такое слово говорил он на открытии, мэр города говорил, что побольше нам таких людей, вот это с этими людьми нужно строить, вот этими людьми нужно работать. Дорогая церковь, мы должны войти в наше призвание, быть светом для этого мира. Но это может быть глобально в церкви, как церковь сама, как динаминация наших христиан, вера евангельская. Мы можем двигаться, что-то делать большое. Но индивидуально каждый должен делать добро. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели, что? Ваши добрые дела. И прославили Бога. Добрые дела можно делать каждый из нас, друзья мои. Имея две одежды, можно уже служить, друзья мои. Кто имеет две одежды из вас? Никто не имеет? Все имеют. Вот уже мы можем служить, правда? Что мы можем делать с двумя одеждами? Отдай неимущему. Кто имеешь фасоль, кто имеешь рыс, отдай бедному нуждающемуся и так далее. Друзья мои, и последний пример я заканчиваю. Вы знаете, вот как-то я слушал пример такой вот о добродетели. Брат Артур Симонян ехал, летел, перелетал в самолете, не знаю куда он летел, в Армению летел, в себе домой он с Армении. И говорит, смотрю в аэропорту стоит один из наших, армянин стоит, и он такая вывеска, что здесь нельзя курить. И он стоит под этой вывеской и курит. И к нему подходит эта там женщина, которая служит, вот, говорит, слушай, дорогой, ты слушай, дорогой, уходи отсюда, тут нельзя курить. А он говорит, на тебе тысячу рублей, женщина, и не мешай мне курить. Не мешай, хочу, буду курить здесь. Я, говорит, стою и смотрю, какой, ну, как негодяй, такой, говорит, бессовестный, такой плохой вот человек стоит и в наглую это делает. Вот поменьше бы у нас было таких армян в Армении. И так вот осудил его, так вот поменьше было, вообще бы нет, не было таких. Позорит нашу нацию. Друзья мои дорогие, и вот он говорит, пришло время, говорит, мы сели в автобус, нас подвезли к самолету, надо было немножко пройти, и по трапу поднимаемся наверх, в самолет. И вот я слышу, говорит, одна женщина идет наверх и причитает, синок дорогой, какой ты замечательный человек. Та бабочке у нас было в Армении таких, как ты. А я смотрю, это тот, который курил, взял эти сумки у бабушки и говорит, бабулечка, мамочка дорогая, ну что ж тебя нагрузил этими сумками? И одна еще, ну дай я тебе помогу. Я думаю, у меня в голову не пришло женщине этой помочь. Я пастырь, я служитель, я учу так людей делать добронно, и у меня не было ничего, даже как бы соображения помочь этой женщине. А тот, который курил, стоял, негодный человек, он тащит сумки. И она так благодействует. Побольше было бы у нас в Армении таких людей, друзья мои, на какой стороне ты и я, который говорим, который судим, ох, этот такой человек, вот, и ничего не делаем. Давайте будем городом, стоящим на вершине города, давайте будем тем свечкой, которую мы делаем. Так досветит свет ваш прелюбим. И сделай добро, понеси сумочку, вот, и ты увидишь, как Господь будет благословлять, и мы будем тогда светить, и церковь будет видеть, Господь будет видеть наши добрые дела. И вот это то, что мы делаем, от чистого сердца люди увидят и будет благословлять нас всех. Да будьте благословены в Господе, вы и все мы. Слава Господу. Аминь.